Рождественские дни Рождественских событиях Столько раз мне приходилось Проповедовать О Рождестве Столько разных Брали мы Каких-то граней этой истории Рассматривали на собраниях Но сколько бы Не читал я Все равно Бог что-то новое показывает И вот сегодня мы возьмем Рассказ из второй главы Евангелия Матфея и прочитаем Давайте с первого стиха прочитаем Когда же Иисус Родился в Вифлееме Иудейском Во дни царя Ирода Пришли в Иерусалим волхвы с востока И говорят Где родившийся царь Иудейский Ибо мы видели звезду его на востоке И пришли поклониться ему Услышав это Ирод царь Стревожился И весь Иерусалим с ним И собрав всех первосвященников И книжников народных Спрашивал у них Где должно родиться Христу Они же сказали ему В Вифлееме Иудейском Ибо так написано Через пророка И ты Вифлеем Земля Иудина Ничем не меньше Воеводств Иудиных Ибо из тебя произойдет Вождь Который упасет Народ мой Израиля Тогда Ирод тайно Призвав волхвов Выведал от них Время появления звезды И послав их В Вифлеем сказал Пойдите Тщательно разведайте Младенцы И когда найдете Известите меня Чтобы и мне Пойти поклониться ему Они выслушав царя пошли И все звезда Которую видели они на востоке Шла перед ним Как наконец пришла И остановилась Над местом Где был младенец Увидев же звезду Они возрадовались Радостью весьма великой И вошедши в дом Увидели младенца С Марией Матерью его И падши Поклонились ему И открывши сокровища Свои Принесли ему дары Золото Ладом И смирну Получивши во сне Откровение Не возвращаться К Ироду Иным путем Отошли в страну Свою Когда же они Отошлись И ангел Господень Явился во сне Иосифу И говорит Встань Возьми младенца И матерь его И беги в Египет И будь там Доколе Не скажу тебе Ибо Ирод Хочет искать Младенца Чтобы погубить его Он встал Взял младенца И матерь его Ночью И пошел в Египет И там был До смерти Ирода Дозбудется Реченное Господом Через пророка Который говорит Из Египта Возвал я Сына моего Тогда Ирод Увидев себя Осмеянным Волхвами Весьма Разгневался И послал Избить Всех младенцев В Вифлееме И во всех Пределов его От двух лет И ниже По времени Которые Матфея выведал От волхвов Обычно Когда Читаешь Вторую голову Ивангеля От Матфея Хочется Концентрироваться На каких-то Знаете Приятных Приятных деталях Вот дары Что каждый Из даров Волхвов Что это означало Или сами Даже волхвы Вот они и шли За звездой Которую видели На востоке Вот этот путь И вот звезда Двигалась Встала Вот много Интересных Грани Но здесь Есть такой момент Все это Произошло Во время Правления Царя Ирода Есть Разные В Новом Завете Правители Которые Назывались Иродами Но это Не один и тот же Человек Это разные Здесь Рассказ О самом первом Его еще Назвали Ирод Великий Который Правил В Иудее Он был таким Единоличным Правителем Где-то Примерно От сорокового Года До Рождества Христова До четвертого Года До Рождества Христова Где-то в четвертом Году Примерно Он умер Сразу возникают Вопросы Как это мог Ирод умереть До Рождества Христова Когда говорится Что Иисус Родился Во время Ирода Получается Ирод Умер До Рождества Христова Какая-то Они со стовковкой Выходят Но тут опять Все очень просто Объясняется Потому что Само вот это Летоисчисление В центре Которого Находится Рождество Иисуса Христа То, что для нас Сегодня Совершенно Обычно И понятно Но это возникло В шестом веке И занимались Этим монахи В частности Монах Дионисий Малый И вот Дионисий Малый Он решил Как раз Заменить Как бы Начать Летоисчисление Где Главное событие Это рождение Спасителя Ну и вот Как они Вычислили Так вот Они и вычислили Это шестой век Они постарались С теми знаниями Которые у них было В то время Ну и вот Вычислили Вот такое Но Некоторая ошибка Поэтому здесь Ошибка не в Библии Здесь ошибка Скорее вот В сопоставлении Разных дат И в дальнейшем Формировании Летоисчисления Хронология Вот там ошибка Но в действительности Мы читаем В Евангелии Да Что Иисус Родился В конце Правления Ирода Великого Ирод Великий Был Таким Римским Ставленником Поэтому Его В Иудее Не сильно Любили Ирод Все время Пытался Завоевать их Любовь Почему Его называют Иродом Великим Да потому Что при нем В Израиле Такое Началось Строительство Которого Не было Никогда Ирод Великий Построил Огромный На окраине Иерусалима Огромный Амфитеатр Построил Он Построил Знаменитые Крепости Такие Целые Сооружения Иродион Один из них Другой Масада Многим Известно В самом Иерусалиме Ирод тоже Много Что Переделывал Много Что Менял Он И Возвел Дворец И цитадель Антонию Построил Мавзолей С башней В честь своего Умершего Брата В Кесарии Он Соорудил Огромный Порт В Кесарии Палестинской Ну и конечно Наверное Самое Знаменитое Строительное Достижение Ирода Второй Храм Который Был Построен При Заровавеле Ирод Сделал Такую Реконструкцию Что Храм Никогда Так Величественно Не выглядел Как именно При реконструкции Ирода Ирода Великого И вот Несмотря на Все это Отношение Иудеев К нему Было Не очень Хорошим Ирод Все время Боялся Все время Считал Что его Могут Свергнуть И чем Более Пожилым Он становился Он умер В 70 лет Тем более Он был Подозрительным Он всех Подозревал Он Многих Подвергал Убийством И членов Синедриона И священников Подвергал Убийством Вот И дошло Уже до того Что он Убил Свою Жену И несколько Своих Сыновей Потому что Боялся Что они Захватят Его Место Захватят Его Трон И поэтому Хотя Некоторые Говорят Как Такое Событие Убийство Молоденцев В Вифлееме Как оно Было Не зафиксировано Знаменитым Иосифом Флавием Иосиф Флавий Писал Свою Эти Иудейские Древности Историю Иудеи И почему Он не отметил Все дело в том Что на Руках Ирода Было Столько Крови Что Там Убиение Каких-то Молоденцев В маленьком В Вифлееме А это все-таки Был небольшой Городишко И даже Несмотря на то Что В то время Там Многие Пришли За переписи Но все равно Как-то Вот Злодеяния У Ирода И было Побольше То есть Вот События О котором Написано В Евангелии От Мофея Вполне Могло Все это Признают Исследователи Это было В характере В характере Ирода Недаром Римский Импиатр Август Даже сказал Что Лучше Быть Свиньей Ирода Чем Его Сыном Безопасней Вот Он Расправлялся Даже С близкими Своими Людьми Расправлялся И Даже Ирод Решил День Своей Смерти Сделать Днем Всеобщего Траура И для этого Он приказал Арестовать Видных Жителей Иудеи И потребовал Чтобы когда Он умрет Их казнили Всех И тогда В стране Будет Большой Большой Общий Траур Слава Богу Что этот приказ Последний Его Был Не выполнен Ну потому что Ирод уже умер И уже Его не Перестали Бояться И Не случайно Вот вся Жизнь Биография Этого Человека Привело К тому Что его Имя Стало Нарицательным Когда Говорят У ты Ирод Ирод Сама Жизнь Ирода Привела К тому Что Сегодня Называют Иродом Жестокого Бессердечного Человека Как Иуда Стал Символом Предательства Так и Ирод Само Имя Ирод Стало Символом Синонимом Коварства Жестокости И вот Вы знаете Когда Вот Читаешь Про Отношение Ирода К Иисусу Младенцу Новорожденному Невольно Возникают Параллели С двумя Историями Из Ветхого Завета Первая Параллель Давайте Откроем В Новом Завете Галатам Четвертую Главу Послание Апостола Павла К Галатам Четвертая Глава Двадцать Девятый Стих И вот Апостол Пишет Но Как Тогда Рожденный По плоти Гнал Рожденного По духу Так И ныне Это сказано О детях Авраама Исаак Измаил Но Интересно Что слова Апостола Павла Можно Отнести Не только К детям Авраама Но также К внукам А как Звали внука Авраама Как Яков Исаф Помните Яков Исаф Интересно Что Исаф Стал Таким Человеком Символом Плотского Человека Почему Ну Он Ради Чечевичной Похлебки Готов Был Продать Какие-то Духовные Ценности Первородство Своё Мог Продать Благословение Мог Сделать Яков Конечно Он не был Идеальным Но в отличие От старшего Брата От Исафа Он понимал Ценность Благословения И мы видим Как Бог Работал с ним И поэтому В чем-то Исаф Это символ Плоти А Яков Символ Духа Символ Поиска Это конечно Был непростой Поиск Но все-таки Это был Это был Поиск И вот Очень интересно Что Исаф Стал Прародителем Народа Который Называется Идумеи Идумеи Это потомки Исафа Очень часто Мы читаем В Библии Про противостояние Едома И Иудеи Вот Они часто Были Идумеи Вражде С евреями Не раз Идумеи Пытались Захватить Земли Иудеев И очень интересно Что Именно Идумеи Вместе С Вавилонянами Участвовали В осаде И разрушении Иерусалима После чего Началось Пленение Так вот Царь Ирод Он был Не иудеем То есть Он был Не из Калина Иудина И он Вообще Был Не евреем Даже Ни к одному Из колен Не предлежал Царь Ирод Был Идумеянином То есть Он Был Потом Кам Исава И Не случайно Смотрите Вот Здесь Упоминается Пророчество Из книги Иеремии Иеремии Да Пророк Иеремии Иеремии Глаз В раме Слышен Плач И рыдание И вопль Великий Рахиль Плачет О детях Своих И не хочет Утешиться Ибо Их нет Очень интересно Рахиль Часть Еврейского Народа Более того Рахиль Это была Любимая Жена Кого? Вы Проснулись Или нет? Якова Конечно же Любимая Жена Якова Более того Могила Рахиль Находится В Вифлееме И вот Смотрите Вот Потомки Иудеев Якова Словно Сталкиваются С потомком Исава С Иродом Великим И Рожденный По плоти Человек С плотскими Ценностями Начинает Гнать Рожденного По духу Этот плотский Царь Ирод Стремится Убить Царя Иисуса Иисуса Христа Иисуса Христа И Видите Вот Эта история Показывает Что Подобное Сражение Которое Мы видим В истории Рождественской Оно и происходит В жизни Каждого Из нас В нас Тоже Вот Словно Два Этих Иисус И Ирод Исаф Иаков И вот Эта борьба О которой Пишет Апостол Павел Плоть Противится Духу Плоть Противится Духу Вот это Вот Столкновение Оно Проявилось Самых Первых Дней Когда Иисус Христос Пришел На Эту Землю Духовное Столкновение И Плоцкое Вы знаете Не случайно Вот Рождество Мы празднуем В это Переходное Время От Старого Года К Новому Году И уже Много Лет Мы наблюдаем Такую Ситуацию Как люди В конце Года Становятся Очень Нервными Специалисты Говорят Что накапливается Усталость Накапливается Там Психологическая Усталость Накапливается Там Еще Что-то У человека Да Вот Что-то Накапливается 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 Но Неважно Люди В конце Года Такими Солнятся Нервными Такими Взрывными Какими-то Поэтому Я Не случайно Я Все последнее Время В нашей Церкви Все последние Года Перед Новым Годом Вам Каждый Раз Напоминаю Не принимайте Важнейших Решений В конце Уходящего Года Отдохните Вы можете Принять Неправильное Решение Потому что Все на Нервах Все на Нервах И когда Вот мы Видим Сегодня Когда К Вот этой Усталости В конце Года Добавляется Еще усталость От пандемии От всего Прочего Сегодня Люди Вообще Нервозные Такие И это Атакует Точно Так Мы эту Любовь Можем Либо Задавить В себе Либо Дать Ей Простор И интересно Когда Именно Даем Любви Простор В нашей Жизни В этом И проявляется Настоящая Духовность Духовность Не в куче Странных Пророчеств И потом Стыдно Вот этих Пророков Пророчествуют Они Стыдно Нам Почему-то За них Не в том Чтобы Знаете Там Ходить Каким-то Духовным Человеком Гневным Это Обычный Дух Ирода Эгоизм И если Эгоизм Одевается В религиозные Одежды Это все равно То же самое Эгоизм Это Обычная Человеческая Плоть Поэтому Всегда Во всяком Богоискании Есть большая Опасность В чем Опасность Да в том Что Даже Богоискание Можно Обернуть Для Плоти Во Славу Плоти В поддержку Плоти Когда Люди Принимают Иисуса Христа То вместо Сострадания К миру Который Еще не Знает Христа Может быть Превозношение Думаешь Ладно Там кто-то Деньгами Превозносится Кто-то Знаниями Превозносится Кто-то Культурой Превозносится А я Духовностью Превозношусь Вы все Идете В ад А я Иду В рай Вы все Погибшие Грешники Окаянные А я Дитя Божия Праведность Во Христе Иисусе И вот Смотришь На таких Детей Божьих И ощущение Это обычная Старая Вонючая Человеческая Плоть Когда люди Люди Встречаются Когда Когда все Духовность Духовность Это псевдо Духовность Это все От Ирода Идет Это Плотское Все Иисус Пришел Чтобы показать Нам Путь Духа А какой Путь Духа Нет Больше Той Любви Если кто-то Положит Душу Свою За друзей Своих Вот он Путь Он Показал Нам Что мы Призваны Проявлять Любовь Любить Любовь Любить Людей Вокруг Божьей Любовью Проявлять Эту любовь Окружающим Людям Вот в чем Настоящая Духовность Проявляется И Как бы Не был Труден Тернист Путь Иакова Но в конце Концов Ведь Иаков Стал Израилем Получил Новое имя Точно так же И мы Знаете Бог не дает Успытания Сверх сил Иногда кажется О там Тяжело Там Трудно Нет Бог не дает Успытания Сверх сил Плоть Думает О себе Как Ирод О себе И о своей Власти И ради Этого Ты готов Пожертвовать Ближними Ради того Чтобы остаться На престоле Готов Убивать 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 Вот в этом Ирод А Дух Думать О ближнем Как Иисус Пришел И ради Ближних Умер Умер Сам Видите Всех людей Использовал Использовал Для себя Он поддерживает Престол Свой Вот в чем Проявляться Настоящее Царство Милость И истина Это Отличает Настоящего Царя От псевдо Царя Настоящего Пастыря От псевдо Пастыря Настоящего Правителя От псевдо Правителя Настоящий Свой Престол Поддерживает Милостью И истиной Вот Как Иисус Всю свою Жизнь Являл Милость Или Псевдо Правитель Псевдо Царь Ирод Все делал Только чтобы Сохранить Свою власть Сохранить Своё Господство И поэтому Точно так же В церкви Может быть Христианское Служение Духовным А может быть Плотским Духовное Когда Все направлено Ближним Плотское Все направлено К своему Эго К своей Плоти Я Недавно Такую фразу Вычитал У писателя Чарльза Буковски Хочу вам Зачитать Вот Однажды Чарльз Буковски Написал Такую вещь Чтобы Начать Спасать Мир Нужно Спасать Каждого Человека По отдельности Спасать Всех Это Романтика Или политика Вот Я чем Больше Богу служу Тем больше Прихожу К тому О чем Буковски Написал Я еще раз Прочитаю Чтобы начать Спасать Мир Нужно Спасать Каждого Человека По отдельности Спасать Всех Это Романтизм Или Политика Настоящую любовь Мы призваны Проявлять Прежде всего К тем людям Которые Окружают Ирод Ирод Всегда Стремится Прежде всего Поставить Свой Трон Воздвигнуть Свой Трон И как бы Возвышаться Над людьми Но на самом деле Использовать Людей Для поддержания Своего Трона Не милостью А чужими Жизнями Жертвами Смертями Поддерживать Свой Престол В этом Проявление Проявление Плотского Служения Плотской Заботы Плотской Заботы О людях Не случайно Буковский Написал Пытаться Спасти Всех Это Романтизм Или политика Ты никогда Не спасешь всех Вот почему Как-то На одном Из последних Собраний Я Делился Помните С вами Воспоминаниями Которые У меня Осталось С уроков Истории Когда мы Изучали Великую Французскую Революцию И один Из революционеров Бобёв Которого Его соратники Решили казнить Ну потому что там Одно поколение Революционеров Казнило Другое поколение Революционеров Потом Казнили Следующее поколение Революционеров Как говорит Родзинский Революция Пожирает Собственных Детей Так вот Этот Бобёв Бывший В свое время Сам революционером Его вели на казнь И вот Ночью Перед казнью Он писал Письмо Своей Жене И детям И я до сих пор Помню Вот эти строчки С этого письма Которые На уроках истории Услышал Как они так Запали мне И вот он писал Своим жене И детям Что говорит Я не видел Другого способа Сделать вас счастливыми Как путем Как путем Всеобщего Счастья Романтизм И политика Невозможно Спасти всех И я сегодня Вижу Что часто Очень В массовых Христианских Служениях Когда делают Огромные Там стадионы Огромные Крусейды Это прежде всего Платформа Для возвышения Каких-то Амбициозных Проповедников Потому что Как можно Спасти людей Согнав Их на огромном Стадионе Что можно Сделать там Кроме давки Да ничего И мы помним Когда мы Помните с вами В 90-е годы Проводили служение До сих пор помню Когда мы В одно из первых Служений арендовали Дом политпросвещения У нас был такой Сейчас это Театр эстрада Называется Кто помнит То время Когда люди Так ломились Что там все Переломали аж Лавки ломали Все ломали Ужас был И вот это Я думал Об одном Как быстрее Это все закончить Это столпотворение людей Жаждущих Исцелений Бога И прочего А на самом деле Жаждущих Просто удовлетворение Своего эго Своего эгоизма И вот это Знаете Все стремится Вот я такой И толпы людей И я такой Вот с Библии Стою Вот такой вот Плоть И эгоизм И больше ничего В этом не стоит Настоящая любовь Помочь тем Кто окружает тебя Может быть это Не ярко Не выдающееся Не сфотографироваться Вот так вот Красиво Столпами людей Но в этом Есть настоящее Сегодня Вы знаете Во времена Конвейера Во времена Штампов Так ценятся Индивидуальные вещи Вот обратите внимание Даже вот Хорошие подарки Это когда Люди там Учатся Да Учатся Делать что-то Вот Своими руками Там Например чашки Делать какие-то Своими руками Вот они там Лепят на разных курсах Из чашки Потом там Где-то их обжигают И вот дарят подарок И вот дарят тебе Эту чашку В сравнении С фабричной Чашкой Она может быть Не такая ровная И шершавая И геометрия У нее не такая Идеальная Однако Так приятно Получить такую чашку Которой нет Больше Ни у кого Или такую вещь Которой нет Ни у кого Вы знаете Я очень ценю Когда у меня бывают Люди Вот просто Когда дарят Или на день рождения Или просто Какие-то подделки Я знаю Это может быть Ну не для Эрмитажа Произведения искусства Но в этом Есть душа Понимаете В этом В этом есть душа Я никогда не понимал Мою бабушку Которая С детства Собирала мои рисунки Потому что Я Ну Я никогда не страдал Комплексом Неполноценности Но я понимал Что это не шедевр Я говорю Бабушка Зачем ты это собираешь Она говорит Ну как же Ты потом Будешь смотреть Что ты рисовал В три года Что ты рисовал В четыре года И понимаешь Это же В этом отображаешься ты Я тогда не понимал Сейчас я понимаю И мы собираем Там рисунки Или подделки Наших детей Собираем Потому что Может быть Да Это не великие шедевры Но в этом есть Некая неповторимость Драгоценная Если с чашкой Если с чашкой так Если с рисунком так Что говорить Про любовь Когда вы понимаете Людям нужны Не эти огромные Там какие-то плакаты Массовые поздравления Вот почему я всегда Могу Что я могу Что я могу И в этом Настоящая духовность Да Может быть Это не будет Там размножено На фотографиях Растиражировано В интернете Но в этом Есть Нечто Настоящее По которому Мы все так Изголодались По настоящей любви Не казенным улыбкам Не формальным фразам А настоящему Личному Индивидуальному Проявлению любви И вторая история С которой у меня Возникают параллели Когда мы читаем Об отношении Ирода и Иисуса Это история Из Ветхого Завета Давайте откроем Первую книгу Царств Шестнадцатую главу И прочитаем Первый стих И сказал Господь Самуилу Да коли будешь Ты печалиться О Сауле Которого я Отверг Чтобы он Не был царем Над Израилем Наполни Рог твой Елеем И пойди Я пошлю тебя К Иесею Вифлеемлянину Ибо между сыновьями Его Я усмотрел Себе Царя Если Отношения Ирода и Иисуса В первой истории Можно сравнить С отношениями Иакова и Исава То во второй истории Это отношения Давида И царя Саула Не случайно Иисус Назван Сыном И потомком Давида Правда же Сын И потомок Царя Давида И знаете Вот Не хотелось бы мне Вот о Ироде Говорить только плохое Думаешь Ну что-то в нем Хорошее Было Ну было Потому что Есть даже такая история Где-то примерно В 25-м году До Рождества Христова Был неурожай В Иудее И Люди голодали Народ стал голодать И Ирод Тогда Издал приказ Они собрали Золото Все Обменяли В Египте На хлеб И постарались Накормить людей И накормили людей Но Время Ирода Подошло К концу Пришел новый царь Точно так же Как в истории С Саулом И Давидом Время Саула Подошло К концу И Бог Помазывает Другого царя И Если Для меня История Иакова И Исава Это отношение Плоти И Духа То здесь Отношение Старого И Нового Потому что Приходят Новые вещи Новые времена И важно Не быть Привязанным К старому Потому что Каким бы Прекрасным Старое Не было Но когда Время Старое Прошло То никаких Благословений Уже сегодня От старого Не будет Не случайно Вот Мне очень нравится У экклезиастов Седьмой Главе Десятый стих Я помню Когда мы Сослужителями Читали Книгу Экклезиаст Седьмую Главу Мы много Говорили Об этом Стихе И вот Здесь сказано Не говори Отчего Это прежние Дни были Лучше Нынешних Потому что Не от мудрости Ты Спрашиваешь Об этом Знаете Есть даже Такое Понятие Неофобия Неофобия Боязнь Нового Но жизнь Так Устроена Господь Творит Все Новое И Наша Привязанность К старому Может Разрушить Нашу Жизнь Наверное Один 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 Драматичных Изменений Этого Я видел В своей Жизни Это было Когда Развалился Советский Союз И поднялась Новая Страна Это ведь не просто Название Поменялось Там Все Поменялось Там и была Девальвация Рубля Там было Изменение В банковской Системе Там люди потеряли свои накопления, заводы закрывались, стабильность, которые так привыкали, распределение после институтов, которое раньше было, ничего не стало. И люди словно оказались вот в этой новой реальности, новая реальность, а мышление осталось старым. И я видел, как люди, часто хорошие специалисты, хорошие профессионалы, оказавшись часто в новой реальности, настолько оказались обескураженными, что там кто-то из них спивался, кто-то вообще опустился. В общем, жизни их разрушались, жизни разрушались. Мы видим, что постоянно что-то меняется, что-то новое. 2020 год был в действительности совершенно необычным годом для каждого из нас. Кому-то более трудным, кому-то менее трудным, но для всех необычным годом. И если мы с вами будем откровенными, то мы должны будем признать, что, с одной стороны, у этих новых условий, в которых мы оказались, есть немало минусов, но в то же самое время, если быть честными, здесь и плюсы тоже есть. Просто их нужно видеть, а не концентрироваться на минусах. Но люди настолько обескуражены порой новыми условиями, что они не замечают никаких плюсов, а видят только одни минусы, плюс все необычное. И вот эта вот неофобия – все не так, а тут не так, а тут не так. И нервозность, нервозность по одной причине – все необычное. Необычное стало. Я абсолютно убежден, что вот молодость, которую мы должны хранить внутри, включает в себя мобильность, уметь быть мобильными. Время меняется. Надо меняться. Другие условия. Надо принимать другие условия. Не надо говорить, а вот раньше, а какая музыка была раньше, а вот раньше. Есть такие люди, они поют вот эти песни, старые песни о прошлом. Вот эти о прошлом и о прошлом, о прошлом и о прошлом. Да вы поймите, я благодарен Богу за прошлое. И я не очень люблю, когда прошлое там как-то очерняет. Ну, как вот, например, про 90-е годы в нашей стране. Трудное, но удивительное время было. Мне не нравится, когда очерняется это время. Но я не хочу жить в прошлом. Я не хочу жить 90-ми годами. Я не хочу этим жить. Другое время, все другое. Забывая заднее, простирайся вперед. К почести Вышнего звания во Христе Иисусе. Поэтому, драгоценные, перестраивайтесь. Да, что-то изменится. Ну, 21-й год. Ну, многие говорят, что пандемия уйдет. Кто-то говорит, что может быть до конца года. Кто-то говорит, там, до лета. Кто-то говорит, до весны. Но это уже будет другой год. В чем-то лучше, а в чем-то хуже. А потом еще, и еще, и еще. И многие изменения, которые сегодня уже люди как-то с ними свыклись, они уже никогда не уйдут из нашей жизни. И к этому тоже нужно привыкать. Не нужно ждать, когда же все вернется, как раньше было. Зачем? Зачем? Мы живем, когда же все вернется. Нужно жить в этих новых условиях. Свыкаться с этими новыми условиями. Очень важно. Одна из проблем современного мира, это психоза, нервозности. Это люди, которые все стонут, все ноют. Вот там раньше, как это было. Большая проблема. Мы видим сегодня, какая большая проблема во всем мире. Когда условия новые. Все по-новому, да? В политике огромный кризис. Политические лидеры из старого, из 20 века, с прошлыми мозгами, пытаются управлять современными людьми. У них не выходит, не получается. Не получается. Они пытаются новое подавлять, как это делал, и бояться. Я смотрел на прошлые выборы в Америке. И, вы знаете, так печально, когда при всем уважении к возрасту, к возрасту, но когда люди, которым далеко там за 70 лет соревнуются друг с другом, старое мышление, слава Богу, есть красота в каждом возрасте. Пожилые люди должны делиться мудростью с молодежью, если, конечно, накопили мудрость. Но такие трудные вещи. Надо доверять другому поколению. Но часто старые не хотят уходить. Не хотят уходить. Не хотят оставлять своего трона. Не хотят править до конца. И вот еще один урок, который мы можем увидеть в этой книге, в этой рождественской истории, как в действительности важно чувствовать время, понимать время, чтобы пандемия стала в чем-то изменением для каждого из нас. Это новое условие, другое время. И как бы не старался Ирод, но у него ничего не вышло. Да, он устроил очередное кровопролитие. Но то, что Бог запланировал, оно состоится в любом случае. И пришел царь Иисус, Господь, родился. И вот уже две тысячи лет мы с вами живем во свете этой звезды. И я так хочу, чтобы, когда мы читаем эти истории, мы не просто традиционно праздновали Рождество, но слышали голос Божий через вот эти все рождественские события, обращенные к нам. Насколько в моей жизни я двигаюсь в новом или хватаюсь за старое? Насколько в моей жизни я даю предпочтение Духу, а не моей плотской природе. Давайте сейчас закроем глаза и склоним головы. Я хочу в конце помолиться. Помолиться вместе с вами за то, чтобы в нашей жизни мы всегда давали предпочтение новому. Мы всегда давали предпочтение Духу. Всемогущий Господь, я благодарю Тебя за то, что в эти рождественские дни мы можем читать Твое Слово о тех событиях, быть честными и слышать, что Ты нам говоришь, к чему Ты нас призываешь, что Ты нам открываешь через Твое Слово. И я прошу, Господь, коснись каждого из нас, коснись наших душ, коснись наших сердец, Господь, чтобы в нашей жизни всегда иродовое, плотское было побеждено Духом, чтобы в нашем сердце всегда Христос побеждал ирода, чтобы мы не держались за старое, не пытались плотскими методами достигать духовных целей, Господь. Благослови каждого из нас на пороге Нового Года. Благослови, Господь, чтобы мы вошли в это новое время, принимая это новое, открывая свое сердце для Духа Святого, чтобы слышать, что Ты желаешь нам показать, открыть в это время, что Ты желаешь, Боже, совершить в нас и через нас. Благослови, Господь, чтобы мы в эти новогодние рождественские праздники искали Твоего лица, искали, Боже, Твоей милости и благодати. Благослови, Господь. Аллилуйя. Слава Тебе, Иисус. Аллилуйя. Аллилуйя, Иисус. И я молю, мой Бог, благослови, чтобы в эти дни мы наполнялись Твоей любовью. Не страхом, не паникой, не депрессией, а Твоей любовью. Наполнялись Твоей благодатью и делились любовью с окружающими нас людьми. Несли эту любовь нашим близким и нашим родным. Мы не знаем, Боже, сколько каждому из нас еще предназначено на этой земле. Но я молю Тебя о том, чтобы это время мы провели мудро, Господь. Служили Тебе и служили нашим ближним. Любили Тебя и любили наших ближних. Во имя Иисуса Христа. Дорогие друзья, пожертвования можно внести любым удобным для Вас способом. Способ первый. На сайте церкви New Life.ru в разделе Поддержать нас с помощью платежного сервиса Робокасса ввести сумму и выбрать любой из предлагаемых способов оплаты. Способ второй. С помощью QR-кода, который также размещен на сайте церкви в разделе Поддержать нас. Способ третий. Через сервис Сбербанк Онлайн в разделе Оплата услуг набрать церковь Новая жизнь города Екатеринбурга. Реквизиты и полное наименование получателя встанут автоматически. Вам необходимо будет внести вручную сумму и назначение платежа. Пожертвования на осуществление уставной деятельности. Большая просьба точно указать именно такое назначение платежа. Способ четвертый. Любым другим безналичным способом по реквизитам указанным на сайте церкви newlife.ru в разделе Поддержать нас. Если у Вас возникают вопросы о способах пожертвования, Вы можете задать их по телефону 8 912 22 333 02. Пожалуйста, не используйте этот номер телефона для перечисления средств. Он предназначен только для информации.